Сегодня главная роль в новой экономике Кузбасса отведена малому и среднему бизнесу. Пока доля малого бизнеса в налоговых доходах Кузбасса менее 20%, отметил губернатор Сергей Цивилев в ходе бюджетного послания. Но поставлена задача довести этот показатель до 50%. Почему это важно? Приведу простой пример. В прошлом году предприниматели дали налогов в региональный бюджет почти столько же, сколько и угольщики. То есть получается, малый и средний бизнес поддержал нас, когда у традиционных отраслей возникли серьезные сложности с мировым кризисом. На сегодняшний день в Кузбассе создана хорошая система поддержки предпринимательства, действуют налоговые льготы. Но считаю, нужно двигаться дальше. Кузбасс открыт для любых изменений, направленных на улучшение или упрощение налоговых режимов. Малый бизнес – самый мобильный сегмент экономики. Он активно откликается на все нововведения. К примеру, приведу институт самозанятых. Сегодня уже 40 тысяч кузбассовцев оформили свой бизнес в статусе самозанятого. Рост за последний год в 3,2 раза. Традиционные отрасли экономики, угольная промышленность, металлургия, химия, машиностроение также продолжают развитие с учетом требований времени. С 300-летним юбилеем Кузбасса в регионе было много сделано для совершенствования социальной инфраструктуры. Строились и ремонтировались школы, больницы, поликлиники, обеспечивались современным оборудованием. В перспективе будет продолжена губернаторская программа «Моя новая школа», а также стартуют аналогичные проекты в сфере дошкольного образования и медицины. Глава региона подчеркнул, что любое действие региональных властей должно быть направлено на род благополучия жителей. Поэтому в Кузбассе принято решение о повышении зарплаты бюджетникам. Мы приняли решение с 1 декабря этого года поднять зарплату для всех бюджетников на 8,6%, а в этой сфере трудится порядка 260 тысяч человек, которым нужна... Которым действительно нужна поддержка в это непростое время. Я еще раз настоятельно призываю все предприятия продолжать повышение заработной платы своим работникам. Ряд руководителей уже подняли заработную плату в течение всего этого года. Некоторые это сделали в ноябре. Хотел поблагодарить всех, кто оперативно отзывается на наши запросы. Важно, чтобы рост заработной платы опережал темпы инфляции. Только в этом случае можно говорить о росте реальных доходов наших граждан. В ближайшие три года в экономику Кузбасса будет вложено более триллиона рублей. Благодаря этому удастся выполнить задачу президента России по созданию в регионе 40 тысяч новых хорошо оплачиваемых рабочих мест в неугольных отраслях. Так что работы для команды правительства и депутатского корпуса меньше не станет. Подчеркнул Сергей Цивилев и обратился к законодательному собранию с просьбой принять основные параметры бюджета на следующий год. Прошу вас, уважаемые депутаты, одобрить областной бюджет на 2022-2024 годы с доходами на 2022 год в размере 169,2 миллиарда рублей, расходами 186,9 миллиарда рублей, дефицитом 17,7 миллиарда рублей. Представленный проект бюджета сформирован исходя из текущей ситуации в мировой экономике. Вместе с тем мы готовы в случае, если ситуация на мировых рынках угля и металла, сохранить свой позитивный тренд, направить все дополнительные доходы на реализацию проектов социально-экономического развития нашего региона.